Содержание статьи, предложение на рынке новости, влияющие на курс биткоина, политические игры, качество разработки и сообщество вокруг в этой статье рассмотрим, как формируется курс криптовалют и от чего зависит курс биткоина в частности. Мы не раз касались этого в предыдущих статьях, но сегодня собрали основные факторы, которые определяют настроение рынка и желание покупать цифровую валюту. Предложение на рынке рост цены биткоина до 20 тысяч долларов с одной стороны был неожиданностью, с другой стороны, ожидаемым исходом. Когда она начала расти на определенном уровне, спрос увеличился. Больше людей хотели попасть в уходящий поезд, цена росла быстро. Это классическая схема спроса и предложения, чем дефицитнее продукт, тем выше цена за него. У биткоина есть ограничение в количестве в 21 миллионе монет. Когда будет добыта последняя монета, майнинг закончится, а все фермы будут зарабатывать на комиссиях. Этот же принцип определяет цену на золото, которое нужно добывать и которое является, условно, невосполняемым ресурсом. Таким образом, предложение строго ограничено. Вторая часть схемы спрос на криптовалюту, зависит от принятия биткоина. Это и разделение идеалов Сатоши Накамото, склонность к криптоанархии, и простое признание удобства цифровых денег, и жажда наживы. Предполагается, что спрос будет расти, следовательно, цена тоже будет увеличиваться. Новости, влияющие на курс биткоина. Никто не регулирует курс биткоина, но правительства могут регулировать операции, связанные с криптовалютами. Государства устанавливают внутренние правила, которые или вносят ясность в правовое поле, или делают BTC и другие монеты полностью незаконными. Любая новость от властей и стран с крупными рынками, Япония, США, Китай и ЕС, влияет на курс. Основные законы уже приняты, но идет их постоянная доработка. Эти решения колеблют курс, так как вселяют страх за свои инвестиции. Крупные игроки вынуждены искать другие пути и владеть биткоином в случае запрета, и так далее. Второй тип новостей, это новости о принятии. Например, инфраструктурные решения, интеграции блокчейна с правительственными программами, возможность расплачиваться криптовалютой в магазинах, все это поднимает курс. Например, когда несколько японских магазинов стали принимать биткои в апреле 2017 года, курс поднялся высоко. Финансовые компании начинают предлагать криптовалюты в пользовательских продуктах, и это влияет на ликвидность и рыночную капитализацию валют. Третий тип новости о безопасности, чего мы коснемся позже. Еще один важный фактор, реализация государственного посыла через СМИ, вокруг криптовалют создается не самый благоприятный фон. Их часто связывают с финансированием терроризма, преступностью, мошенничеством и другими вещами, которым на руку играет анонимность криптовалют. Новостные репортажи влияют на курс, так как биткои до сих пор являются волатильной валютой. Даже самые противоречивые слухи могут влиять на стоимость с текущей капитализацией рынка. Шумиха в СМИ и хайп на криптовалютах приводят в сферу больше людей и увеличивают спрос. В то же время, полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова